Она сейчас через наше посвящение, через нашу веру Входит через двери в наши души, в нашу глубину И она распространяется Она не только для нас, она распространяется Куда бы мы ни приходили Это слава Твоя, Бог Она как облако Из этого облака льется Твой дождь Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это слава Твоя, Бог Это сила Твоя Это сила Твоя Что refrigerator Что Book Это сила Твоя Хändert Сингалама, Сингалама, Сингалама Сингалама, Сингалама Сингалама, Сингалама Сингалама, Сингалама Твой огонь Твой огонь в мои костях 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 Твой огонь, твой огонь в моих гостях. Твой огонь в моих гостях, это сила Твоя. Твой огонь, твой огонь в моих гостях. Твой огонь в моих гостях, это сила Твоя. Твой огонь в моих гостях. 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 Сила, твой огонь, твой огонь, твой огонь в моих костях. Твой огонь в моих костях, это сила твоя, твой огонь, твой огонь в моих костях. Твой огонь в моих костях, это сила твоя, тщи. Только мы, твой огонь, твой огонь, твой огонь в моих костях. 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 Твой огонь в моих гостях Это сила Твой огонь Твой огонь в моих гостях Твой огонь в моих гостях Это сила Твоя Твой огонь Твой огонь в моих гостях 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 Это сила Твоя Твой огонь в моих гостях И не буду более говорить по имени его Но было в сердце моем, как бы горящий огонь Заключенный в костях моих И я истомился, удерживая его, и не мог Моя страсть, чтобы это пришло Чтобы пришло это состояние в церковь Когда ты держать не можешь то, что он говорит тебе Присутствие, мы весь месяц говорим о присутствии Чтобы оно жгло нас изнутри Это слово к погибающим, к тем, кто не знает Иисуса Кто не знает, что есть спасение Чтобы пришло это состояние, как у этого древнего пророка Я хотел молчать, но не мог Чтобы этот огонь прожег всякое стеснение Все эти преграды, которые только могут быть Мир нуждается в нем Мы нуждаемся в нем Это может прийти только сверхъестественно Как бы мы ни рассказывали друг другу Какие бы у нас ни были мотивационные Все эти вещи Пусть это придет, Дух Святой Пусть это наполнит наш скелет, наше основание Пусть изнутри нас это выходит, движется Пусть люди слышат Тебя, зная нас Твою реальность Твое настоящее лицо Твое святое имя Пусть придет это на церковь и останется Чтобы мы не могли молчать, не могли Спрятать внутри себя то, что Ты положил Как огонь поедающий Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Аминь Спасибо, Господь, Тебе И я попросил бы вас не садиться Еще минутку, нам надо помолиться за Дану Иди, помолимся Она у нас на миссию уезжает В Корею Слава Богу, в Южную Слава Богу, в Южную Корею Едет к своему народу По крови К родителям, которые уже переехали Какое-то время назад Я не хочу тебя просто проводить Я тебя посеять хочу Я не думаю, что Корея должна стать Богаче на какую-то одну девушку Которая будет там жить, работать Что-то делать Я хочу, чтобы Царство Божие Стало богаче Тобой Я хочу посеять Тебя отсюда туда Вот этой молитвой Благословить Тебя, чтобы Ты стала семенем Там Чтобы Та генетика духовная Все то настроение, которое Ты здесь имела с Богом Чтобы Ты туда принесла И стала хорошим там плодом для Царства Божьего Пожалуйста Мы хотим Тебя благословить Перед этим Вот как-то Юля тебя будет обнимать Она это любит делать И давайте помолимся Благословим Только без слез Отец Небесный Мы благодарим Тебя за дан Мы благословляем весь ее путь с Тобой там Мы верим, что это часть Твоей воли Часть Твоего призвания И мы сеем ее в ту землю Как доброе семя из этого дома И мы ожидаем большой плод Твоем Царстве Пусть она служит там Пусть она распространяет Твое Царство Пусть она станет голосом для той нации Во имя Иисуса Христа Пусть все дела ее будут прославлять Тебя очень сильно Благослови ее, Господь, в этом путешествии Благослови ее, Господь, там Чтобы легко произошло это слияние с той землей С тем народом, который там живет Во имя Иисуса Христа Благословляем Твоим покровом Твоей защитой Твоим продвижением там Господь во имя Иисуса Аминь Пусть Бог тебя благословит Вот так бывает в жизни Спасибо большое тебе за Твой труд Спасибо за все Спасибо Мы будем скучать И не знаю, что Бог будет делать со всем этим дальше Но есть у меня хорошие ощущения Какие-то Я люблю Корею Был там пару раз Интересная страна Только поесть нечего И русскому человеку одеть нечего еще Я помню, мы с одним епископом пошли рубашки искать Нам нужно было на какой-то прием там попасть Ну и трудно было нам купить рубашки Как-то с размерами они не очень С нашими Не помню как, еле справились, по-моему Но полдня провели в скитаниях по Сеулу В поисках рубашки Хорошо, мы говорим о присутствии Божьем Заканчиваем этот месяц У нас будет еще одно собрание В среду на эту тему И следующий месяц у нас будет тема Щедрость Мы будем говорить о щедрости нашей души Наших поступков Финансовой щедрости Щедрости в отношениях В общем, все, что Господь будет нам говорить на эту тему Повторю еще раз Мы говорим о ценностях нашего дома Мы закладываем основания для той культуры Вокруг которой и на основании которой Господь будет строить наше служение дальше И несколько месяцев мы на это потратим Сколько-то мы уже говорили И потом мы все это оформим И все это будет доступно Чтобы это было перед нашими глазами Что если разрушены основания Что сделает праведник Нам нужно понимать Вообще вокруг чего мы живем все И вот каждый месяц Мы берем эту тему И несколько тем у нас еще есть вперед И пусть Бог благословит Каждую проповедь октября И еще вот сегодняшнюю проповедь И проповедь в среду Мы говорим о присутствии Божьем Сегодня я хотел затронуть Такую грань присутствия Вот пришло ко мне Сегодня утром Я назвал эту тему размышления Размышления с Богом Размышления с Богом Мое любимое занятие Это моя фишка Размышления с Богом Первый псалом С первого стиха будем читать Счастлив чувак Который не тусуется в грязи Ну как-то так бы наверное Это выглядело Если бы я говорил Блажен муж Который не ходит на совет нечестивых Не стоит на пути грешных И не сидит в собрании развратителей Но в законе Господа Воля его И о законе Божьем Размышляет он день и ночь И будет он как дерево Посаженное при потоках в вод Лис которого не вянет И плод которого употребляется Ну в принципе для чудесной жизни И все что он не делает Он успеет Успеет Человек успешный Это план Бога Человек успешный Это план Бога Мне нравится видеть успешных людей Но как пастору мне нравится Видеть человека Абсолютно неуспешного Просто социально аннулированного И в процессе служения Приводить этого человека к успеху Успех есть разного уровня Для каждого он свой Для кого-то успех просто Выжить Создать семью Стать хорошим человеком Для кого-то успех Полететь на Луну У каждого свои Градации успеха Свои ступени развития У меня есть свой путь успеха У тебя я надеюсь Есть или будет свой Но план Бога План Бога Успешные люди План Бога Успешные люди Первый псалом Счастье для мужика Не думать над всякую левую тему Для женщины тоже Счастье Счастье Если ты хочешь стать счастливым человеком Допусти Как можно больше Размышлений Вокруг слова Твоя жизнь Это набор Ценностей Или набор Каких-то сфер жизни В которых Ты вынужден Находиться В той или иной мере Ты вынужден Работать Учиться Либо заниматься бизнесом Это та часть Которая обеспечивает нас На земле Потому что со времен Грехопадения Адама и Евы В поте лица Мы вынуждены Добывать свой хлеб Да, Новый Завет Все изменил Можно перестать потеть Новый Завет Это не продолжение старого Это Новый Завет В нашем богословии Это старый закончился Начался новый Мы не смешиваем Заветы Мы не находимся В перемешанном состоянии В разбавленном старым Мы находимся В абсолютно новом сезоне В котором Ты можешь исключить Вот этот тяжелый труд А как исключить Тяжелый труд Нужно познать радость С Богом Познать счастье Размышление Которое приведет Тебя в успех Обреченность Я вынужден Работать там Я согласен Иногда это временная мера Но ты должен Положить этому край Конец Ты должен сказать Я стану счастливым человеком Я буду размышлять О законе Божьем В день и ночь И в процессе моего размышления Тот Бог О Котором я размышляю И с Которым я размышляю Потому что Слово – это Бог Слово – это Бог Логос – написанное слово И когда ты размышляешь Над написанным словом В присутствии живого Бога Это написанное слово Логос может стать Проговоренным к тебе Лично словом Рэма То есть Когда сам Бог Он войдет в твое сердце Посредством своего же слова А он и есть слово И это начнет производить То, о чем написано В первом псалме Плод приносит свое время Лист его не вянет И успешен во всяком деле своем Я не знаю Почему мы этим не пользуемся Я не знаю Мое любимое занятие – размышлять Любимое занятие Я много размышляю Мой рабочий инструмент – голова Я размышляю Я размышляю, размышляю День и ночь День и ночь Мне нужно знать духовные законы Как работает вот это Я понимаю, что сверхъестественное Ты не разложишь полностью Там остается тайна мистики То, где сам Бог А Бог не досягаем пониманием наших мозгов Вот вчера на служении в Самаре Бог так сделал Я обратил внимание на одного парня Он находится в реабилитационном центре И спасен всего один месяц И Бог так сделал Что я обратил свое внимание на него И начал ему говорить Ты призван Несмотря на то, что ты один месяц всего В реабцентре находишься Займись чем-то Начни что-то делать Я на костылях Я весь переломанный Я говорю служителю реабилитации Говорю Сделай ему Придумай ему что-то Что он будет делать каждый день Для людей, для Бога И когда после служения Ты понимаешь, как делает Бог Он бы так и остался Среди сотен людей незамеченный Но после служения Из-за того, что Бог обратил на него внимание Я ему говорил Это не я тебя призываю Это Бог тебя призывает Вот ты сидишь, ничего не знаешь о себе Ты только спасен Ты еще решаешь свои социальные проблемы Но Бог уже тебя призвал И к нему подходят наши сестры Я не знаю, кто молился за этого парня После служения Ну, конечно, Таня Я так и думал Знаете, что с ним стало происходить? Он упал с пятого этажа Он весь переломанный У него одна нога короче другой На пять сантиметров была У него нога выросла Нога выросла Он лежал всю ночь И у него хрустели кости Всю ночь у него кости хрустели Он лежал, не мог спать Потому что все кости хрустели Вставали на свои места Что нам нужно делать? Конечно, когда я размышляю на эту тему Я когда-то допустил, что это будет происходить Я размышлял и допустил, что есть закон исцеления Возложите руки на больных И они будут здоровы То есть Бог говорит Вот в этом процессе Нужен ты и нужен я Ты возлагаешь руки Ты с верой молишься А я вот это вот все делаю Как? Я не знаю Он словом своим сотворил все Он просто говорил и появлялась Говорил и появлялась Все, вот здесь заканчивается мое понимание И начинается его действие Но я прошел весь путь в своем размышлении Я пришел к убеждению Бог это делает Бог это делает Все Я знаю, что Бог это делает В законе Господа воля его К чему приводят мои размышления Я не хожу туда, где грязь То есть мой Ну я хожу туда, где грязь Там надо проповедовать Но я не хожу так, как раньше ходил Меня не тянет В прежние места Меня не тянет проводить время Там, где грязно Будь то интернет Или люди Или тусовки какие-то Ну не тянет Не тянет Если тебя еще тянет Начни размышлять Чтоб тянуть перестало И чтоб стало тянуть в другие места В чистые, светлые Наполненные Хотя бы человеческим Каким-то светом Хотя бы человеческим теплом Блажен муж Счастлив тот человек Который не ходит Туда, где есть разрушительные процессы Но день и ночь Он размышляет Размышляет Есть же какие-то законы Есть же какие-то сверхъестественные законы Как Бог благословит меня Как Бог изменит мою жизнь Я стоял на одном служении И проповедник говорит У кого болит голова Или у кого больные почки Возложите свои руки на них Бог хочет исцелять Я стоял У меня не просто больные почки У меня отсутствующие почки Я вообще не знаю Как все это работает Потому что их уже нет Три года Мне 60 дней жизни Врачи оставили В 98 году Сказали Там нет ни печени, ни почек Через 60 дней он умрет Максимум он проживет 90 Но это будет агония Я каждый день видел Как люди с моим диагнозом умирали У нас палата смертников была Я жил Я прожил три года Почему? Потому что единственное Что я мог сделать тогда Я сказал Принесите мне Библию Батюшка отказался ко мне идти Я хотел исповедоваться Он говорит Я к нему не пойду Выбирал кому пойдет Он кому не пойдет Пусть Бог его благословит Если он в служении до сих пор Я сказал тогда Просто принесите мне Библию Я хотя бы за что-то ухватиться хочу Я взял открытую Библию Первый главу Матфея Я извинившись перед Богом Перелистнул Потому что я не мог вместить это Врам родил Исаак Исаак родил Иакова Иаков родил того, того Я начал читать слово Я не знал законы Но законы вошли в меня Я не знал законы Но законы вошли в меня Из-за того, что Единственное, на что я мог уповать В том состоянии Это слово Божье Все Человек Божий ко мне не пошел И слава Богу Это я потом понял И слава Богу Что ко мне пришло слово Чистое Вот как есть Да, Логос Да, написанное Да, непонятное мне Потому что как уверовать Если не будет проповедующего А как проповедовать Если не будут посланы Я просто читал слово И размышлял день и ночь Одержимый бесами Странный человек В странном месте Тюремная больница И я размышлял Утром Днем Вечером Ночью Не спал Размышлял О чем мог О непонятном для меня Размышлял Размышлял об Иисусе Который ходил и творил чудеса Я не имел Права В своем сердце Просить у него Чудо для себя Но где-то там Украдкой Сквозь слезы Я говорил Может быть Для меня тоже найдется Может быть Ну вот в этот Преступник На кресте Ну для него же Что-то нашлось Ты обратил на него Внимание И вот эти размышления Они остановили смерть И спустя Три с лишним года На собрании Я возлагаю руки На свои почки Вот так вот И слышу Внутри себя Ты давно Исцелен Моими ранами Ты давно Давно Исцелен Моими ранами У меня Вторая группа Инвалидности была Я в ТЭК не проходил Потому что Смысла не было Я бы не успел Полгода Комиссия идет У меня даже нет Медицинской карты Мне ее завели Из-за того Что дети появились И мне нужно было Флюорографию сделать Причем здесь я Рожать-то не мне Я пришел В эту нашу поликлинику И мне говорят У вас есть медкарта? Я говорю Что? И вдруг до меня дошло Мне нет медкарты 23 года назад Я должен был умереть У меня нет медкарты Мне ее завели Она пустая Пустая И мне там говорят Вы что? Не прикреплены К поликлинике? Я говорю Я же упаду С земли Я же не прикреплен К поликлинике Они ржали там Все регистратуры Я говорю Пожалуйста Как можно быстрее Прикрепите меня К поликлинике Законы О которых ты размышляешь Голодная вдова Голодное время Умирает Сын умирает Что нужно? Нужно затянуть пророка И скормить ему Последнюю плюшку Там все есть Все есть Все есть Первое декабря Налоги Как платить налоги? На рыбалку Расслабься На рыбалку Рыба тебе принесет Что правда что ли? Вы дураки Во все это верите Да мы дураки Во все это верим Поэтому у нас Все происходит Вообще русские сказки Читали? Рулит Иван дурак Емеля оболтус Те у кого Мозги попроще Те и рулят Что-то щука там Не пошла Куда попала Еврей поймал Золотую рыбку Она спрашивает Что еврей Да убивай сразу Сразу вали Я всю жизнь думал Что татарин Пока с евреем Не подружился Он говорит Сейчас копнем Твою фамилию Накопали Там просто в Крыму Караимы иудеи В предгорье жили И с татарами Они начали там Так появилась Фамилия Гельманов Русицизм От фамилии Гельман Что значит Известный человек С иврита Как корабль Назовешь Что уж тут поделать Размышления Окей Проблема пришла Она хочет заполонить Твой разум Посади ее на табуретку И пусти в свою голову Закон Господа На эту тему Пусть он с ней поговорит В твоей голове Поверь мне Для проблемы Убедительнее будет звучать Закон Господа Чем твоя паника Мы тонем Господи Для тебя нет дела Эта лодка Сейчас пойдет Ко дну Даже если она Пойдет ко дну Мы будем плыть Как пираты Карибского моря По дну Че разбудили Паника Умолкни Перестань Дальше спать Семидесятый Псалом Шестнадцатый стих Я два текста всего Возьму сегодня Этот мы уже прочитали Семидесятый Псалом Шестнадцатый стих Войду в размышления О силах Господа Бога Воспомяну правду твою Единственно твою Войду в размышления Войду Войду Во что-то Что достаточно реальное Чтобы в этом быть Ты сегодня вошел в штаны Был без штанов Вошел в штаны Потом вошел в автобус Или в такси Или в свой автомобиль Потом вошел в этот зал Входить в присутствие Так же легко Так же легко Так же легко Войду в размышления О силах Господа Бога Войду Есть присутствие сил Присутствие сил Есть сфера сил Божих Не силы одной Сил Божих Для разных сфер жизни Присутствие сил В которые можно входить Посредством своего разума В размышления В размышления И когда ты входишь в размышления Ты входишь на территорию сил И ты не просто размышляешь Ты эти силы направляешь На свои ситуации Ну как я могу изменить свою жизнь Если это изменить невозможно Человеческими силами Невозможно Мне нужно что-то Что более сильно Чем я Я могу хоть сколько думать о своих силах Я адекватный человек Я отдаю себе отчет Моих сил не хватит Сколько людей Бьются, бьются и разбиваются Верующие Бьются и бьются своими силами И разбиваются Мы такие люди Мы такие люди Мы так устроены Что нам кажется Что мы справимся Это гордость Бог не прячет от нас Свою силу Он не хочет Отказывать нам в помощи Он скорый Помощник в бедах написано Войду в размышления О силах Сила для исцеления Я войду в размышления Я понимаю Это сложно Войду в размышления Мой разум Меня вытащит Из моей болезни Вытащит Как из зекия Он лежал Болел Умирал Пророк пришел Говорит Ты умрешь И заплакал из зекия Горько И сказал пророку А пророк пришел Ему Бог сказал Передай зекию Что умрет И заплакал Из зекия Горько И вытащил Из своего Размышления Просьбу А может быть Бог Способен Переменить ситуацию И зекия Сказал это вслух Носителю информации О смерти Носителю информации О смерти От Бога Смерть не была От Бога Просто Бог Констатировал факт Ты умрешь От этой болезни И носитель информации Взял эту информацию И пошел к Богу И говорит Бог Он вытащил Из себя Вот это И Господь Переменил свое Отношение К этой проблеме Он сказал А Классно Добавь 15 лет Иди и скажи Ты проживешь Еще 15 лет Размышления Размышления Способны Вытащить Вот С края С самого Края Проблемы Хватайся За размышления О силах Господа Бога Входи в них Это присутствие Божие Моя любимая Молитва Это сидеть И думать Размышлять Почему? Потому что Я люблю Чтобы плод Оставался В разуме Да Я верю Во все И в молитву Прорыва И в молитву Силы И в молитву На иных языках Я все это делаю Но моя Самая Любимая Молитва Это размышление О силах Господа Бога Самая Любимая Моя Потому что Вот в этом Присутствии Я знаю Силы В этом Присутствии В присутствии Его законов В присутствии Его сил Я беру Информацию Которая Поможет Мне Против Любой Проблемы А я Очень часто Стою Перед Проблемами И они Абсолютно Другого Порядка Это Не мои Личные Бытовые Проблемы Это То Что Касается Серьезных Вещей Смотрите Что происходит Он говорит Я вспомню Правду твою Вспомню Наполняйте Свою память Заполните Свою память Словом Очень сильно Рекомендую Очень сильно Рекомендую Читая Запоминать Библию Читая Запоминать Или просто Хотя бы Читать Сколько Влезет Читай Влазит Одна Строка Прочти Одну Строку Две Две Глава Главу Пять Глав Пять Глав Наполни Свою Память Чтобы Это Контр Аргументировало Тому Что Ты Помнишь А Помним Мы Многое Мы Хранители Информации С детства Мы Слышим Потом Мы Видим Потом Мы Читаем Потом Мы Общаемся И Мы Накапливаем Накапливаем Этот Бардак Мы Накапливаем Слова Антихриста Мы Накапливаем Пораженческие Настроения Мы Накапливаем Весь Этот Негатив Неудач Кроме Своих Мы Собираем Кучу Информации Как Не Получилось Я Очень Часто Встречаюсь Ситуациями Где Люди Фокусируются На чьей-то Неудаче Я Говорю Зачем Ты Смотришь На чью-то Одну Неудачу Как Только Я Вижу Чью-то Одну Неудачу Я Ищу Сразу Сто Удач Сто Побед Я Говорю Бог Все равно Сильнее Бог Все равно Сильнее У Кого То Что То Произошло Но Бог Все равно Сильнее Я Не Оставляю В своем Разуме Информацию О Маленьком Поражении Я Оставляю В своем Разуме Информацию О Большой Победе Как Я Этому Научился Очень Просто Наполняя Себя Информацией Слова Чтобы Когда Придет Ситуация Я Вспомню Истину Вспомню Истину Есть Такое У нас Замечательное Служение В церкви Называется Соза Что значит Полное Восстановление Полное Исцеление Где Дух Душа И тело В комплексе Приходят К осознанию Того Что они Здоровы Когда Человек Начинает Слышать Бога Сам Начинает Слышать Правду От Бога О себе О своих Ситуациях О своих Обстоятельствах Так Вот Мое Соза Мое Соза Это Вспоминать Я просто В присутствии Размышления В процессе Размышления Я начинаю Вспоминать Правду О себе Когда Я разбит Когда Мне тяжело Когда Я прохожу Какие-то Сложные Обстоятельства Когда Я на Эмоциональных Вот этих Низинах Нахожусь Я Вспоминаю Правду О себе А что Бог Говорит Оо мне А что Бог Говорит Оо мне Все Все вокруг Говорит Оо мне Но что Бог Говорит Оо мне Мой Разум Говорит Оо мне Но что Бог Говорит Оо мне И вдруг Приходит Это Слово Ты Любим дадут тебе покой ничто не широта не долгота не глубина не высота не может отлучить тебя от моей любви не может разлучить тебя с моей любовью любящим бога призванным по его изволению все содействует к благу ведь ты прямо сейчас находишься в том не что ты себе придумала в том что я для тебя придумал ты согласился со своим призванием и ты находишься там где моя воля и моя воля чтобы никто не погиб моя воля благая угодная совершенная я начинаю вспоминать истину и чем больше я вспоминаю истину тем меньше становится лжи и вот это облако лживой информации начинает рассеиваться присутствие присутствие через размышления я я говорю и все меня кроет мир я вообще крутой я пошел сквозь стену я невероятно себя сейчас чувствую потому что я знаю что такое быть на дне за 20 лет своего служения я столько раз стоял вот так и думал ну все это конец разные ситуации разные обстоятельства и все что я мог делать я уединялся и размышлял уединялся и размышлял уединялся и размышлял и чем больше я уединялся и размышлял тем легче мне становилось жить тем ближе становился господь тем ярче становилась моя судьба тем ближе становилось осознание того что я победитель в этой ситуации это выглядит странно но мое знание уже есть закон запущен закон запущен я через размышление в законе господа моя воля воля моя душа разум воля эмоции все там я запустил просто размышлениями этот закон в действие просто размышлениями этот закон начал действовать и он привел к результату я до сих пор в строю я вырос сам духовно материально как мужчина эмоционально вырос размышляя научитесь этому это так просто в этом нет сложности просто сидишь и размышляешь я не делаю это когда плохо я делаю это всегда профилактика лучше чем лечение почему маски возобождены сейчас вода они не защищают я тебе скажу это хотя бы что-то почему руки важно быть это хотя бы что-то почему важно оставаться дома из у тебя признаки какой то есть болезнь вот это хотя бы что-то мы не фанатике в этом смысле мы размышляя 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 поняли что безопасность это то что ты выбираешь я размышлял когда иисус стоял на краю крыши на которую его дьявол привел ему было предложено спрыгнуть идеал горит бог тебя поймает ведь написано что он тебя поймает он горит не чувак написано не искушай своего господа бога так написано не искушай своего господа бога я обо всем размышляю моя голова как дом советов там столько процессов нам не столько ответственности я пастор я пастор пасторов я в апостольском труде в разных церквях служу у меня половина двадцать второго года уже графики заполнены расписано уже половина двадцать второго года даже больше я размышляю я размышляю над своим следующим годом не закончив еще жить этот еще целый квартал жить этого года а я уже размышляю на следующем году как вы думаете у меня будет в дела в следующем году я думаю лучше чем в этом точно я размышляю я размышляю я размышляю над всем размышляю я не размышляю над проблемами на трагедиями какими-то вокруг над ценами какими-то есть простая логика надо больше денег и все а а как их больше получить то размышляю 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 я войдут в размышления это один из любимых стихов библии моих я всю библию люблю но есть то что меня лично вот кровь войдут в размышления войдут когда я в размышлениях вон у юли спросите попробуй меня из них достать когда мужик лежит на диване он занят поэтому сестры расслабьтесь он занят он на россии думает о пробуждении о чем то еще ну я надеюсь что занят я по крайней мере занят любая моя точка покоя я сразу занят когда я чем-то занят физической работой какой-то я думаю я думаю я сосредоточен я думаю я использую любое время когда я не говорю или когда я не развлекаюсь а очень часто я думаю я фильмы когда смотрю думаю знаете в чем моя фишка юля знает мы из кино вышли я его забыл почему потому что в процессе когда я смотрел кино я думал о чем-то своем и моя информация вытеснила ту информацию которую я получал и опять это кино могу через неделю смотреть как новое а она говорит ты смотрел это я говорю нет впервые вижу ты смотрел это несколько раз только при мне несколько раз я говорю да нет не помню почему я всегда думаю размышляю я не хочу чтоб ум оставался без плода я не хочу этой пустотой голову забивать я могу тикток листануть и размышлять что там пролетело плевать вообще единственное когда я не думаю это когда у меня важный диалог просто диалог с человеком в этот момент я свой разум весь переключаю на диалог все остальное время я размышляю конечно если ты имеешь столько такой большой спектр для размышлений с богом конечно в твоей жизни что-то будет происходить пожалуйста входите в размышления о силах господа бога пожалуйста просто входите входите в это в это особенное присутствие и там начинает происходить бог говорит через пророка исаи мои мысли ваши мысли мои мысли не ваши мысли а в новом завете вы имеете ум христов вы имеете ум христов это опция знаешь как айфон опция опция сейчас новый айфон сделали там киноэффект опция меня сразу зачмырили наши киношники это все аппаратное руками не покрутишь богу боже я кесарю кесарем а мне айфон я сразу вау макросъемка вау ты начинаешь крошку фотографировать крошку хлебную там целый мир опции опции и ум христов это как опция будешь пользоваться твои мысли будут божественны бог будет твои мысли приходить бог будет а знаешь как бог действует он же подумал что человек должен быть с шеей нормальной а жираф с удивительной и это классно что бог подумал что длинная шея не человеку достанется представь мы бы сейчас здесь ходили какие расходы на стройку сразу туалет не 3 метра был а 10 или снаружи голову бы оставлял сам зашел голова снаружи но бог же придумал длинную шею тоже и ты попадаешь в эти божьи мысли и ты начинаешь говорить слова схожие с этими мыслями и начинает происходить что-то потому-что когда бог придумал он сказал он придумал венера такая он придумал нептун такой плутон такой марс такой и там есть еще ученые догадываются что есть планета которую они увидеть не могут моя и сказал придумав и сказал Придумал и сказал И когда я попадаю в эти мысли Я говорю, не-не-не, вот так будет И я говорю из мыслей Из ума Христова Из мыслей самого Бога внутри меня Я не Бог Но Он дал мне ум Христов И я говорю, и так происходит Как это выглядит? Когда Иисусу нужно было накормить Несколько десятков тысяч человек Петр предложил Два хлеба Пять рыбок Которые они взяли у мальчика Он говорит, это все, что есть Вот в этой толпе из еды А Иисус придумал Он придумал Он придумал Он в этой сфере жил Сейчас я возьму любую еду Если бы это была колбаса Она бы была телескопическая колбаса Они бы отламывали, давали Она чпок, выезжала бы заново Он придумал, что прямо сейчас Произойдет это И Он сказал Просто дайте мне любую еду И когда ему это дали Он сказал ученикам Ломайте Почему? Потому что это в 12 раз быстрее Чем он бы один ломал И они ломали так Пока все не наелись А потом еще остановиться не могли По коробке себе накрошили Он поймал эту мысль Что так произойдет Один муж Божий Стоял на служении Несколько тысяч человек И привели человека У которого раковая опухоль была Как футбольный мяч В животе И он услышал мысль Убей рак Убей рак ударом кулака И он ударил этого человека В живот И он упал и умер Ну как казалось А с ним был его лечащий врач И он стал кричать Убили человека Убили человека Он сказал Нет, он исцелен Его Бог исцелил Не трогай его Через несколько минут Этот человек встал И у него штаны упали Потому что опухоль исчезла Когда Иисус плевал в землю И слепому замазывал глаза Этой шпаклевкой И говорил Иди умойся Два километра было До купальни села Иди умойся И человек шел Умывался И возвращался зрячим Он ловил эту мысль Что это чудо придет Вот так Вот так это чудо придет Вы просто представить не можете Сколько чудес Я высвободил Как придумку Я это придумал Придумал Вот это здание Я придумал Чтобы оно вот так вот было Под землю закопанное Я придумал Перекрытие здесь Я придумал Я сидел Думал в присутствии Божьем Бог мне две мысли Инженерных дал Я приехал в проектное бюро Где нам проект делали Я сказал Пересчитайте мне Вот эти два узла Анатолий Шамильевич Мы для вас посчитали Самый экономический Для вас выгодный вариант Нельзя вот здесь Вот нету Я говорю Пожалуйста Просто просчитайте Потому что Надо Через сутки Мне говорят Как вы это поняли Я говорю Я думал И мне Бог показал 20 тысяч долларов Экономия На двух узлах Вот этих Вот инженерных У меня нет образования Я в Красноярске Инженерно-строительный В 90-м поступил И в 90-м же отбыл Не вывезла Моя плоть Ездить так далеко И учиться так долго Как Когда мы начали Межевать этот участок Мы его купили Продали свою квартиру Купили этот участок У меня в голове был проект Вот этот зал Размер зала Он должен был быть Пристроен к административке Но нам не смогли Отмежевать То, как это было На предварительном Межевании И участок сократили На 10 метров Я сидел и думал Я не хочу Зал короче на 10 метров Я сидел и думал Как выйти из положения Мысли разные были Что делать Продавать Покупать новый Как Маленький Я не хочу Чтобы кто-то мою веру Отрезал И я четко услышал В своем разуме Закопай Зал Под землю И я взял ручку И нарисовал Как это будет И приехал К папе И говорю Папа Юлиан папа Архитектор Дизайнер Я ему говорю Пожалуйста Вот так будем строить Он посмотрел Он говорит Анатолий Так никто не строит Я говорю Значит я первый буду Значит я первый буду Просто перечертите Я буду искать Инженерное решение И он взял зал И переместил Под низ Вот так вот Мы три метра Находимся Под уровнем земли Даже больше Вот в этой точке Ты думаешь Постоянно думаю И придумываю Некоторые вещи Они странные Странные Когда коронавирус Пандемия Началась А мы дом строили Я сидел И такую мысль Придумал Сказал ее вслух Господь Мне просто интересно Просто интересно У меня азарт Как ты сейчас Это сделаешь Когда я из дома Выйти не могу Как ты сейчас Это сделаешь Мне просто интересно Мне кажется Он улыбнулся В этот момент Потому что С его стороны Вопрос уже был закрыт Нужно было Чтобы я Свою подпись Тоже поставил Соглашаюсь Согласен С обработкой Персональных данных Галочку Думайте Стройте свое счастье Размышляя О законе Господа День и ночь Станьте счастливыми Людьми Улыбающимися Я помню Иду по Шереметьево Первый раз С Америки прилетел Я не боготворю Америку Мне там Я там устую Очень быстро Я как в фильме Брат Мальчик Водочки нам принеси Домой летим У меня такое состояние Когда я с Америки лечу Каждый раз Но иногда нравится Мне нравится мышление Расширять Мне нравится Как они пространство любят Вот эти вот Ну есть свои фишки Но больше всего Мне нравится Просто там церкви Больше ничего не нравится Я иду по Шереметьево И думаю Чего на меня все смотрят Так вот И вдруг до меня дошло Я за полторы недели Я там улыбаться научился Всегда Все вообще Любой мультперсонаж Там Ты тоже Не грусти Я понял Я иду и улыбаюсь А в России улыбающийся человек Это такой Мешком пыльным прибитый Цель визита В Амстердам Да Что-то Загрустил Сразу На таможню И все Я уже приземлялся в Курумочи Как все О нормальный человек Адекватный Все ж плохо Становитесь счастливыми Что с нами не так Плохо все Все четко Вы не представляете Как все плохо Там где нас нет Тольятти Самый крутой город Лучшее место на земле Сердце России Даже на карте Сердце России Мы в самом сердце Сердце России Да Программка показывает Экологическая ситуация Опасна для жизни Приложуху мне вчера подарили Я теперь не знаю Как с этим жить Как развидеть Всю эту информацию Включаешь Тольятти Опасна для жизни Аллилуйя Мы на передовой Выживаем Силой Бога Его благодатью Аминь Размышляйте Я плакал Когда в Тольятти Бог сказал мне остаться Я реально плакал Не хочу Это жесть Я когда просто Въезжал в Тольятти Это просто трэш Вообще Ночь Зима Начало февраля Первое или второе февраля И я в Икарусе В Советском В котором соляркой воняет Холодно И воняет соляркой И вот это Морозец еще такой легкий И вот это Апокалиптическая картина Химзавода Вот это Безумный маг Вот эти Попутку сжигают Все эти огни Клубы дыма Пара Я думаю Мама моя дорогая И все Когда в город въехали Там тут снег Там в Красноярске Где я родился Там снег не успевает Падать Его вот эти вот Машины специальные Подбирают А в Тольятти Они просто гридируют Клетка в клетке Вот столько поездок было Здесь Мое мышление Стало Христовым Благословляю вас Думать Думать Всю неделю Весь месяц Весь год Думайте У вас Счастье Не за горами Счастье Это вы Счастье Это вы Все С Богом Благословляю вас Иисус Царствует Аминь